Добрый вечер, Сергей Александрович. Очень хочется узнать вашу экспертную точку зрения по ряду вопросов. Один из них заключается в том, что 12 декабря у нас состоялись выборы президента, но было беспрецедентное давление со стороны Молдовы. В частности, взяли, депортировали международных наблюдателей, которые к нам пытались проехать из России. О чем говорит вот такое поведение Кишинева? Это путь к эскалации? Это не только путь к эскалации, что тоже может быть, потому что явно это агрессивное действие и в сторону Приднестровья, это агрессивное действие в отношении России и ее граждан. Я бы продолжил эту линию, сказал, что в общем и целом это некая характеристика той позиции, тех подходов, которые сегодня есть у действующей власти в Молдове. И скажу сразу к сожалению, потому что такие подходы не сулят там ничего хорошего. Какие же это подходы? Первое, да, те заявления, которые звучали от Дрори, интеграются от Министерства иностранных дел, Республики Молдова, от разных экспертов, то есть говорят о чем? То есть в Приднестровье выборы нелегитимны. В Приднестровье выборы там не могут состояться, в Приднестровье не существует. Поэтому ничего не признаем, ни с кем говорить не будем, никого не видим, никого не слышим. То есть это не только некая попытка занизить наш статус, что, кстати, противоречит договоренностям переговорного процесса. Здесь, кстати, молдавские чиновники сами не знают даже те документы, которые они подписали еще 20 лет назад. Потому что это качество, кстати, работы. А второе, самый главный тренд. Тренд не видеть Приднестровье, не считать его за равноправдного субъекта переговоров, рассматривать на в качестве объекта, который молдавские власти подают своим международным партнерам в качестве вот такой точки эскалации, точки напряжения. Вот посмотрите, Россия очередной раз проявляет какие-то агрессию и направляет своих наблюдателей в Приднестровье. Допустим, что же происходит? Весь мир должен встать на защиту суверенитета территориальной ценности Республики Молдова. То есть, мне кажется, это еще в том числе характеристика их внутренних позиций, их того мировоззрения, если хотите, которое присутствует в Кишиневе у действующей власти. Ну, мы внимательно следим за действиями официального Кишинева. В частности, до сих пор не назначен вице-премьер по так называемой реинтеграции уже больше месяца. Кроме того, мы видим, что переговоры практически ни с кем не ведутся. Наш министр иностранных дел пишет письма и в Мидее, и в правительство Молдовы. Президент передал через главу миссии ОБСЕ письмо Майсанду. Ответов нет никаких. Плюс еще эксперты в Молдове говорят, что вообще никаких диалогов с представителями Приднестровья не будет. Возможно ли такое? И о чем это говорит? Это говорит, кстати, может быть, даже в продолжение нашего ответа на предыдущий вопрос о подходах и настроениях к Кишиневе. Это говорит о том, что молдавские власти не намерены, во всяком случае, на данном этапе просто вести переговоры. На данный момент они не заинтересованы ни в формате 5 плюс 2, ни в двухсторонних взаимоотношениях. Кстати, по их, кстати, надо стоит напомнить, что по их вине были сорваны переговоры в Стокгольме, но так, скажем так, никаких санкций Кишинев так и не получил. Никаких переговоров, никакого диалога, проблемы растут. А в это время Кишинев, конечно же, будет пытаться, скорее всего, выработать какую-то новую позицию, значит, подобрать какие-то новые концептуальные решения, ну, не решения, точнее, а новые проблемы для Приднестровья. А чем отсутствие переговоров опасно? И могут ли международные участники как-то надавить на Кишинев, чтобы призвать его к диалогу? Это очень опасный путь, потому что, на самом деле, он ведет к радикализации. К радикализации обстановки, к радикализации двухсторонних взаимоотношений. И, может быть, кому-то в Кишине выгодно справиться и в Приднестровье на какие-то радикальные действия, на какие-то ответные острые реакции для того, чтобы нас потом обвинить в чем-то, да, и наложить дополнительные пакеты санкций. Ну, вот есть сейчас большой риск того, что будет введена вторая фаза таможена пограничного контроля Молдовы и Украины в пункте пропуска Кучурган. Какой ущерб могут данные меры нанести Приднестровью? Молдова сегодня может полностью видеть, какой ассортимент товаров, какие категории товаров, в каком объеме. Но самое главное не только видеть, но и фактически можно, де-факто, физическим способом остановить эти потоки. Например, фармацевтика. У нас фармацевтика расходится с Молдовой в огромных процентах. Там больше 70-80% у нас параметров расходятся. И, по идее, Молдова, включив рычаг своего законодательства, остановит весь поток фармацевтики в Приднестровье. В момент пандемии это, конечно же, для нас будет катастрофой. Это будем стоять на краю пропасти гуманитарного коллапса. Крайне опасная, очень опасная вещь для нашей экономики. Ну, и, конечно же, для политики. Это, конечно же, рычаг, когда вы просто можете выключить экономику Приднестровья. Вот вы введите просто ограничения по законам, по ассортименту товаров, которые разрешено возить на территорию Молдовы. Еще заставьте платить налоги и в Молдове, и в Приднестровье. И мы увидим, что будет с нашей экономикой. В следующем году председателем ОБСЕ будет Польша. В этом году было шведское председательство. Недавно состоялся совет министров. И было принято заявление по Приднестровскому регулированию. И вот это заявление подверглось критике со стороны нашего МИДа, потому что там не было ни слова о транспортной блокаде, о том, что не идут переговоры в формате 5 плюс 2. Вот что нам ждать в следующем году? К сожалению, пока прогнозы неутешительные. Лучше, чем было в 2021 году, вряд ли будет. А вот перспективы того, что ситуация может ухудшиться, конечно же, да. И, к сожалению, наши международные партнеры в этом деле нам не особо серьезные помощники. К сожалению. Почему я так думаю? Ну, посмотрите, что произошло за последние два года в формате 5 плюс 2. Ни одного, подчеркну, ни одного официального заседания. Триговорный формат находится в кризисе. Это очевидно. Это уже невозможно скрыть. Не принимаются заявления, не проводятся встречи. Все скатилось к челночной дипломатии. И то даже не очень активно. Она могла быть еще более активной. Двусторонние отношения в кризисе. Поэтому, каким образом сейчас формат 5 плюс 2 может быть эффективным и результативным, большой-большой вопрос. Спасибо вам за это интервью. Спасибо вам. Спасибо.